Там, я вот не помню, там совсем немножко что-то где-то было. Возможно, это масло что-то такая вся вещь. Там чуть-чуть, а вот в этом прямо, хотя мы с тобой об этом говорили, что нельзя, нельзя, там никак сбавить обороты, там наоборот нужно. Ой, вкусно. Друзья, дорогие, еще раз вечер добрый. Как видите, Диана пока еще нет, стул пустой. Но зато, Верочка, я в декоративный сахар красоту пересыпала. Вазочку. Вот. Красиво же? Как красиво. Поближе показать? Сейчас. Давайте. А какой. Какой веселый сахар. Замечательный. Я вообще чай с сахаром не пью. Но я могу позволить, я ставлю, конечно, использую, но я теперь могу позволить чашечку вкусного кофе с цветочком. Вот с таким буду. Один цветочек. Причем его же там немножко совсем сахара. Вот чуть-чуть один цветочек положила, и все, и хватит. И все хорошо. И все нормально. Все равно сейчас письмо пока найду. Надеюсь, что у нас ребенок вот-вот-вот-вот-вот и позвонит. Сейчас ни пробок нет, уже ничего нет. Что, можешь сказать? Не должно быть. Я тоже так думаю, что не должно быть. Ну, а теперь расскажи. Расскажи, пользуясь случаем Анжелочки, что ты будешь на конкурсе выступать и наденешь платье, которое Анжела тебе подарила. Она же ни разу еще его не надела, потому что она же в нем утонула, когда мы примирялись. Ну, то есть, как бы, Анжела сказала, что он меньшего размера уже, в принципе, не бывает. Это да. Ну, не бывает уже таких вечерних платьев, просто меньше не бывает уже. Там, наверное, С, С... С у тебя, там не знаю, сколько С у тебя. Там ХС, но, видимо, С ниже уже никак. Ну, я не знаю, просто, ну... Поэтому подняли чуть-чуть здесь, как бы подол поднялся, все, и с Альяна... Ну, в общем, мы не будем загадывать, да? Вы увидите, вы увидите. Она наденет это платье и будет в нем петь на конкурсе. Какого числа? Поставят. Не, ну у нас какого он там? С 15 по 18. С 15 по 18, 15-18 февраля. Здравствуй, Сильва. Сильва, здравствуй. А что мы молчим? А что мы молчим? Хватит, да, с вас? Ну и все. Да все, я хотела с тобой поговорить, теперь я не хочу с тобой разговаривать. Все. Так что вы увидите, вы увидите Сарьяну в новое платье. Ну и в туфлях ходи дома. Да я хожу. Ходи дома, привыкай, привыкай. Кстати, Вера уже из Сан-Франциско прислала нам цветочные приветы, потрясающие фотографии. Хочешь посмотреть? Да. 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 Сейчас. А это вам Сибирь, тюльпаны из Сан-Франциско. Они сейчас здесь цветут на клумбах. Я этот, этого аромата уж не могу. Да. А что свечи-то? Я в нирване. Ты в нирване? Так надо уже это... Усилить? Усилить, надо же зажечь. Давай, усиливай. Усиливай, потому что я надеюсь... Ой, красота какая! Вау! Посмотри. Красотенький. Красота какая! Какие тюльпаны! Какие тюльпаны! Вот, вы знаете, друзья дорогие, я их очень люблю. Я их всех люблю. Но для меня никогда не было понятно, если, допустим, я бы... Конечно, я позвала, я пригласила. Мы договорились. Сегодня пятница. Мы договорились, что мы встретимся. Но я бы никогда не позволила себе красть время. Вот самое дорогое, что может только быть. Красть время. Ну, как так? Его не вернуть. Его не вернуть. Дел-то в лоб. Очень много. Но вот мы можем себе позволить. А я только выехала. Вот потом будешь смотреть, Диана? Вот так вот мы без тебя разговариваем. И вырезать это не собираюсь даже. Потому что это нехорошо. Надо было как-то все-таки... Ну... Свои дела, но потом что-то там доделать. Но выехать и приехать вовремя. Я очень пунктуальный человек. Я так не понимаю вообще. А возьмем сейчас и откроем без нее пакет. А? И вскроем. И вскроем вообще. И вот так вот, да? Да, Леву, пусть она сильнее. А у нас сильнее, и все. И пусть вот так. Кто не успел, тот опоздал. Все. Как мне недавно кто-то сказал, кто первый встал, того и тапки. Это, оказывается, такое есть вооружение. Ну вот, открывай. Открывай и будем смотреть. Как говорит, у меня мама в большой семье. Задит мама. Что-то там еще луком забило. Такая... Открытка. Открытка. Я сюда сейчас морозует. Это открытка Верина. Она написала. Знаете, найди Сильву. Да. Несколько счастливых нот поют Сильва. С подружками на открытке. Не знаю мелодии, но уже точно от всей души. Кстати, по поводу мелодии. Кстати, по поводу мелодии. Саша таки сыграл. Ну я же ему ведь там подпортила. Кружку. Повернула не вовремя. Ну, в общем, ну вот так вот. Вот так. А на полотене и на зонтике там просто для красоты набор нот. И там даже 64-я Саша сразу говорит, ну что тут же не сыграешь. Просто так для красоты. А вот на кружке на самом деле реальное было произведение. Красиво. Ну послушайте сами, что из этого получилось. Ну что-то ты прям так долго открываешь. Так а здесь ты зачем? Оттуда нельзя вытащить? Нет. Идет. Не идет, да? Не вытащит. Ну вот. Все как надо Вера упаковала. Все как надо. А сейчас мы посмотрим, что там. Я ничего не открывала. Но я же не могла одна. Хотя бы с тобой уже, видишь, открываем. Я не могу понять. Ну-ка, 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 откуда эта ложка? Не хочу видеть эту ложку. Ух ты! Это какой-то опять изысканный французский десер. Студия по лимону очень изысканная. Очень изысканный. Посмотри. Цитрон, цитронен, лэвс, цитронен, цитронетес, цитронетес, шоколад, ноэр, 70% по-русски, де какао. То есть 70% шоколада, то есть 70%, а, в шоколаде 70% какао и еще и лимон. А что, лимон в шоколаде? Видимо. Ну, там, да, там писала в письме Верочка, что там какой-то изысканный. Давай сюда бумажку. Бумажку сюда, бумажку не надо. Кстати, по поводу Верочка бумажки. Вот вы мне говорите тоже. Наташка! Сейчас будем открывать. Плюшкин там, то есть никакой я не Плюшкин. Совершенно все нормально. Значит, бумажка, в которой были очки для сна, где нарисованы теплые такие, вот самое то зимой спать. Вот в Анжелиных они легкие, я летом, а эти вот зимой. И я взяла, вот там этот пакетик вот так был, да, вот все. И я его взяла аккуратненько и убрала. У меня есть там выдвижной ящичек, в котором все пакетики. Анжелочка, в которых, в общем, я все это складываю. Правильно, красиво. Да, во-первых, красиво, во-вторых, все приходят, надо дать, дайте пакетик, дайте пакетик. Я не все даю. И не всем даю. Да даю, конечно. Но не такие красивые. А тут Алия. У нее, у ее любимого молодого человека, у нее уже появился молодой человек, у Никиты день рождения. Она ему купила очень красивую флешку. Там прям вот. И вот такого цвета оформления, то есть там вот в коробочке. Наталья Викторовна, у вас нет никакой в коробочке упаковать? Я говорю, у меня есть коробочка. У меня все есть как надо. И я достаю вот этот вот пакетик, там немножко порвалось. Мы его так вот отрезали. И как раз она вошла туда, вот в эту упаковочку. И все тут она вот так аккуратненько сделала. И перевязали, значит, тем, чем зонтик был. Извините. Извините, пожалуйста. Напугалась прям. Сейчас. Да-да. Вечер добрый. Ну, просто Наталья, не надо. Просто Наталья. Саянский район. Слушаем вас, Саянский район. А, ну все ясно. Ну, у меня же тоже участвуют мои студентки и те, которые уже выпустились, выпускницы. Главное, чтобы мы с вами нашли время, а я думаю, что Господь нам даст это время. Конечно, конечно. Хорошо. До связи. Звоните. Всего доброго. До свидания. До свидания. Прошу прощения, дико извиняюсь. Бьешь челом? Бью челом. Ну, что за ребенок, а? Ну, что это такое? Я уже всем нажаловалась за твои опасности. Наталья Викторовна. А я что? Трудный день. В плане выбора, планирования. А последний выходной. Что значит последний выходной? Ну, вот три дня отдыхала, завтра три дня работаю. Ну, хорошо, но потом опять же будет выходной? Ну, да, один через один. Ну, вот мне нужно было сегодня решить, вот то, тем пятое, десятое. То есть мы не в приоритете, мы вообще, мы в самое последнее. Не совсем. А еще после нас что-то есть? Есть. Есть? Но дело не в этом. А в чем? Как же я пойду после восьми часов по магазинам? Магазины работают до полуночи, а то это вообще целые сутки. Не всякие. Не всякие. Людям скажи здравствуйте. О, здравствуйте. Она успела перед тем, как мы не вскрыли. Ага, она успела перед тем, как мы не вскрыли. Мы же тут все открываем, не кусай губы. Ну, это. Что? Зацепилась что-то. Зацепилась. Так, замерзла. В общем, тебе еще замерзла? Тебе суп погреть? В общем, давай так. Так, я тебе иду суп греть, а ты на елке ищешь свои подарки. Они подписаны? Да, подписаны. Договорились? А я пойду тебе потом открою тогда, хорошо? Вот так, друзья дорогие. Доблюдайте, как будет сейчас Диана искать свои подарки. Высоко не прятали? Высоко не прятали, но, в общем, ищи. Это я очень мая. Ищи, ищи. Ищи свои елки. Это там что, написано Диане? Нет, я просто изучаю. А, ну изучай, изучай, изучай. Это Вероника вижу. Изучайте. Это я опять что, нашла уже? Ищем дальше. Да, надо еще. Что, уже нашла? Ну, да. Вы сколько скушаете? Да. Пол-литра съешь? Не. Не съешь? Это сколько? Пол-литра? Да. Это вот такая кружка. Я тебе суповую кружку с чесноком. А, ну знаете, ну вот стоечка. Вот это стоечка. Это сколько? Пол-литра. Значит, съем. Ищи дальше. Ищите, ищите. Вероники, Диане, Сырьяни, вот как. Ну, как бери. Ага. Квест. Ты нашла на елке свои иголки. Друзья дорогие, кому супчику с копченостями? А? Вкусненько-привкусненько. Я вас с солью быстро накормлю. Приезжайте. Так, ну что, еще не все нашла? Все нашла. Все нашла? Все нашла? Да. Так, подожди. Я хочу видеть ее реакцию. Я же не знаю, что там. Без меня не открывать. Давай. Все, что шоколадочка. Иди садись туда. Открывай. Так, я вот это не убрала. Это потом я. Мне все это нужно. Ну, давай, открывай. Там видно, 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 как ты открываешь. Очень любопытно. Что там у тебя? И как ты отреагируешь? Ну, знаете, мои реакции вообще слабовастые. Да, твои реакции какие-то слабовастые. Сегодня я даже с Арианой была с такими эмоциями. Ты открывала? Да, ну, может быть, у вас что-то там другое. Ну, да. Ну, да. Ага. И потом супчику. Конечно. А что дома, чем ты своего молодого человека сегодня кормить будешь? А он у меня уехал. А, то есть ты не готовишь ничего сейчас. Понятно. Ладно. Ой. Ну, 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 ну. Это кошелек или пляшка? Ну, 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 ну-ка. Была реакция. Классно. Ой, восхитительно. Кто такой добрый человек? Это Вера. Вера Париж. Вера, спасибо вам большое. Это вы прям мои угадываете мысли. Я вот люблю вот всякие блокноты, книжечки. Особенно такие в стиле и красивые. Да, Вера ж смотрит сюжет это с вами. Она все помнит. Что и Анжела, и Вера. Вас знают уже все очень хорошо. Что вы любите. Прикольно вообще. Ваши цвета любимые. Потрясающий блокнот. У тебя такое есть? Здорово, да? Еще и на замочек. И со скрипичным ключом. Такое оформление. Такое все. Прямо хочется. Остров сокровищ. Разум попробовать уже. Остров сокровищ. Это что? Ну, прямо как остров сокровищ. Как с острова сокровищ. Такое все. Старинное такое. Мне такое вообще нравки. Нравки? Нравки. Не было такого подобного? Ни разу? Ну вот, теперь будет. У меня от вас был блокнот. Угу. Там странички три осталось. Да, потом Анжела подарила. Да, я в него пишу. Он у меня с собой. У меня тоже всегда с собой. Я в него пишу все, что я... Из Библии. Самый интересный момент. На темы, которые мне нужно помолиться. И пообщаться. И рассказать. Я пишу туда. В этот блокнотик. И тот у тебя с собой. Анжелки. Анжелин и тот. А что ты будешь сюда писать? Вот я думаю. А ты что будешь писать? Ну он же со скрипичным ключом. Я так думаю... Думаю, ты можешь сюда писать? А я уверена, что Вера, наверное, хочет, чтобы все-таки ты продолжала учиться, и не только Вера. Ну можно сюда корты записывать, конечно. Очень хочется, чтобы ты продолжила учебу, а, Диана? Ну да, есть такие идеи. Идеи такие есть? Представляешь, ты будешь учиться, у тебя будет такой блокнот. Все будут говорить, Диана. И ты туда... Ну, все поступить надо. Поступишь. Если захочешь. Я так и не поняла до сих пор, есть ли в Кемерово заочная на эстрадном. Ну так это почему до сих пор не узнала? Потому что надо туда позвонить. Действительно, товарищи. Да, у меня просто абонентская такая, это, тариф. Ну сейчас Вероника там. Ну почему ты с ней не связалась? Кстати, а я об этом не подумала. Мы об этом не подумали. Легкие потянули. Ну ты же неверный, который... Я об этом подумаю завтра. Я в группу зашла в ВКонтакте, там написала, и говорю так и так, и мне никто ничего не ответит. Ну Вероника сейчас на сессии там, она же все может узнать. Есть ли возможность у тебя... Будет ли у тебя какой-то... Может быть у тебя приоритет будет какой-то в связи с тем, что ты была пятая по рейтингу из десяти. Ну почему нет? Но я была на другом отделении. Ну ты пробуй. Ну что-то как-то, может быть все-таки... Ну пусть она узнает. Алию попроси, ведь она там в деканате работала. Я ничего не понимаю. У нас куча, куча у нас вот вокруг. Алия, Вероника, а ты... А я не подумала про Веронику. Держите. Вера, вот... Вот что вот, вот что вот ей вот... А за что вот ей подарки, а? Хи-хи-хи-хи. На, вот еще один подарок тебе и... Веронике. Диана свой... Сарьяна свой забрала. А-а-а. А я пойду тебе суп пока наливать. А, спасибо. Нет, реакцию хочу посмотреть. Это зеркальце. Ой, ну красиво. Очень-очень-очень Париж. А Вера, она прямо в Париже? Да. Вера сейчас в океане. Она сейчас... Сейчас она в Сан-Франциско. Прямо сейчас. Ой, там, наверное, так классно. Всякие батоны булочные. Чайпои же. Батоны? Да, ну эти. Выпечки французские. А, багеты. Да. Шо тебе все это на багеты, на... Я вширяюсь, я вширяюсь. Это она в связи с тем, что она спится. Она работает, у нее багеты в голове. Красиво? Да, очень. Так прям... С эфелевой башней. Типа я такая. Здорово. Ну говори, Верочке, спасибо, я тебе сейчас суп принесу. Спасибо вам большое. Невероятное спасибо. Так. Я не понимаю, конечно, за что я такое заслужила, действительно. Просто за то, что ты есть. Ну, очень приятно вам. Мне спасибо. За то, что ты ешь. Есть. Вот за то, что я ем. Ведь, видимо, ем. Ты расширяешь свои возможности. Да, расширяешь свои возможности. Ну, я уже оговорилась, что вы там хохочете. Не, ну, в точку же оговорились. Посмотри, какую я тебе красоту несу. Так. Посмотрите, какую я несу красоту. Какой потрясающий суп. Куда ты, куда ты? Куда ты? Ты чашечку убирай. И вот сюда я тебе поставлю супчик. Ложку сейчас я тебе принесу. Спасибо. Так, еще Вероничке, да, не было? Давай. Да. Вероничке мы опять на елочку. Я чувствую, что я не уберу елочку, пока не приедет Вероника после сессии. Потому что Китай у нее будет позже. Какой Китай? Она же подписала договор. Она же в Китай уезжает. Ну-ка рассказывай. Да? Рассказывай. Подожди, я тебе надергаю. Вот еще. Отрывай зелени. Я забыла, что это. Только с корнем не выдирай сверху. Да, да. Отрывай аккуратненько. Еще. Еще. Корни не выдирай. Как это называется? Базилик. А, базилик-то я люблю, только он маленький еще, да? Ну, какой уродился. У меня холодно было. Спасибо, скажите, что вообще я уродился. Ты чувствуешь? Вкусненько? Красиво? Ну вот, зелень. Это может сорт такой другой? Может быть, может быть. Видишь, как раз я тебе сметаны дать? Ну, можно. Ну, ладно. А хлеба тебе давать? Ложечку и хлеба. И хлеба тебе давать? Если есть темный, то можно. Темного хлеба нет. А серенький? Вот тебе сухарики. Суп такой едят с сухариками. Вау. Да? А расскажете, что за супчик? Ну, с копченостями. Вкусный же супчик. Угу. Ты не соблазнилась? Уже? Сальяна? Нет. Я прям все на славе не перетяню. Да? Ну, спасибо. Прошу. Красота-то какая. Красота-то какая. Лепота. Что я сегодня ела? Супа вареников поела. Ты можешь себе представить, что я тебе сейчас в этот суп еще положу? Нет. У-у-у, нет. Лимон? Нет. Оливки? Нет. У-у-у. Нет. Хотя и то, и другое туда идет. Угу. Я с тобой согласна. Что-то будет соляночка. Должно быть, да. Если бы оливочки, то было бы соляночка. Это соль. Вера мне это подарила. Когда я доставала, я же не знала, что там подписано. Я сразу сказала, я это не отдам никому. Потому что это потрясающе. Суп чуть-чуть-чуть недосолен. Ты чувствуешь? Тебе нормально? Да? Тебе нормально. Ну, а я как-то вот... Не надо. Не надо? Я всегда недосоленная. Даже капельки, но тут же травки. И здесь биологически все чисто. Я сейчас буду письмо читать. Ложку вытаскивай. Нет. Там будет с паром. Дай мне вот сюда. Я сейчас. В чайную ложечку. Можно? Да. Вот прямо капельку. Я твоя... Подожди, сейчас. По сравнению со всеми больше недосоленная вот как раз и кушу. А, так, конечно, оно тут закрыто. Ну, что тут запечатано, а я тебе. А, еще нет рывания? Ну, конечно, нет. А, нет. С руки. Вот. О! Все. Достаточно. Да, как раз больше травмите. В крышке. В крышке? Как сделать, Сырьян? Ну-ка, давай. Ой. Чувствуешь? Можественно все пахнет. Аромат какой, да? И сухарики клади. Значит, надо в крышке открыть. В крышке открыть? Наверное. Ой, Верочка. Супчик вкусный? Ну, ешь. Голодай. Оголодающее. Как оголодало. А, я сейчас еще свой подарок открою. А, да? Сейчас. Иди сюда. А! Ладно. Надо просто подсадить. Ну, давай ножичком. Давай. Давай. Кушай, кушай. Приятного аппетита. Я пошла. Ты не переживай. Если ты не осилишь пол-литра, я доем. Да, мне кажется, я осилию. Вот он чуть-чуть подостынет. И ты, и тебя, и Остапа понесет, да? Да. Ну, вот. Все, да? Угу. Спасибо, сырьяночка. Да, все. Теперь, понимаешь, теперь ее можно будет в дорогу брать. Да. В дорогу. Она маленькая. Не бьется. Закрывается плотно. Открывается, закрывается. И вот сюда. Еще. Еще отсюда. Она не в этой, да, на локаромочке? В этой. В этой? В этой. Так тут же прямо написано. Комар. Био. Соль. Комар. Комар Куэ. А, это такое. Комар Куэ. А, это же. Хербес Био. То есть все, короче, натуральное все. И морская соль. Морская соль, наверное. Да, крупный. Да, да, да. Потрясающе. Потрясающе совершенно. Ты кушай, теперь я еще буду вот свой подарок открывать. Я еще не открываю. А вы там что-то еще, да, хотели открывать? А, вот это. Вот. Ага. Вот. Ну ладно. Это мы потом откроем, когда ты уже суп доешь. Уже. А-а-а. Вера, я открываю. Я не знаю, что это такое. Как вы думаете, что здесь? Предположение? Пенал. Пенал? Из Парижа с любовью. Шоколад. Шоколад. Пенал. Конфетки. Чехол. Ну, это явно коробочка. Чехол. Ну. Это прямо вот такая коробочка. Короче, не знаю. Все, что угодно может быть. Вот все, что угодно. У нас тут. Мои мысли. Как ты думаешь, что вот это такое? А потрогать можно? Да, давай. Я догадаюсь, да? Ну, не, сломай мне ее. Она же открываться должна. Она не открывается. Как? А вот так. Она не открывается. Нет, попрошу, ты мне сейчас сломаешь. А, это таймер какой-то? Ну, конечно, Диана. Она же по часовой, а то ты сейчас свернешь голову моей кошки. А, ну, так ему же можно же его построить. И вот это такое по часовой, да. По часовой. Сюда. Так ты переверни кошку-то. Как переверни? И по часовой крути. А, тут по часовой. Ну, конечно. А тут кое-то по часовой. Ну, понятно. Вот по часовой. Вот, а теперь все. Ставь сюда. А, не догадалась бы. Ну, вот. Давай ее сюда, повыше. Мы все ее заводили, заводили. Думаю, да когда же ты приедешь-то, чтобы она это думали, что она будет мяукать. Она так мило и так изысканно делает дринь. Мило и изысканно. Так что ты пока кушай супчик, а я буду открывать. Потом я вам письмо прочитаю. Верина. Ну, а Вероничка с Аленкой потом уже. Вероничка приедет, когда сессия. Я с Аленкой соберу их. Ну, что, вот как тут уже. Коробочка. Из Париже. С любовью. А, вы думаете, вы это... Как вы думаете, что это? Вот что вот это такое? Такой длинной коробочкой. Барабанная дробь. Ты была права! Ты была права! Ты была права! Да, и какой-то вообще... Ма-а-а-онс. Неужели это вот эти вот... Вера писала про какие-то изысканные французские каштаны. Она писала. Ну-ка... Переводчик? Да. Ну-ка, давай переводчик. Ну-ка. Это то или не то? Ма-а-онс. Ма-а-онс. Гла-с-эс. Гла-с-эс. Может быть, каштаны в чем-то? Ну, в чем-то особенном. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, всем хватит. Ма-а. А-а-а. Ты напиши, что это... Засахаренные каштаны. Каштаны? Да. Каштаны! Она написала письме, что это изысканный французский десерт. То есть без каштанов вообще не бывает Рождества у них. А что такое каштаны? Засветите, пожалуйста. Так. Это... Товарищи, мы сейчас выключаем камеру. У нас сейчас будет ликбез. Что такое каштаны? Дианка, ты ни разу не это... Не ела, не пробовала. Да ты что? Это же очень вкусно. Это потрясающе вкусно. Кавказ с каштанами делает плов. Столько блюд делает с каштанами. Ничего не было. Я однажды зимой, это было, наверное, не знаю, какой год, я была в Иллису, в Азербайджане, такой райончик, Иллису, очень в горах. И мы поехали туда, потому что там, возможно, в Новый год мог быть снег. Могло и не быть. А мог быть снег. Как вы можете себе представить, его выпало вот так, но только в горах. И то есть мы поднялись в горы и в снегу там купались, а спустились вниз и были у зеленой травы. То есть вот так может быть. И там гуляли, когда гуляли, шли пешком в горы, пешком в горы, и мы там встречались с каштанами, они там прямо растут, там так много, они такие мохнаты, они такие огромные. Так что мы попробуем сейчас, попробуем кушать суп, мы попробуем. Вера, спасибо, огромное спасибо. И оформление какое, да? Потрясающе совершенно. И вот сейчас мы вот это откроем. Давай, открывай аккуратненько. То есть мы уже прочли, что это изысканный тоже французский десерт. Это все, видите, к Рождеству Вера нам хотела все, чтобы это успело. Но папа, Иван Михайлович, спасибо Ивану Михайловичу, огромное спасибо. Это он же. Да, вот это я, кстати, сейчас вот это вот, я красоту желтенькую хочу оторвать. Иван Михайлович, нет, вот так, звездочки, красивые. Он уже из Москвы, Вера ему передала. Я вот это тоже отрежу. Там вот кошки Сильви, Наташи для покоя, Сильви, для... Я вот это тоже отрезала, вот это тоже отрезала. И на елку. Буду все это складывать в коробку на лето. Ну вот закончится зима, а потом буду вспоминать. Вера, Виктор, у нас раньше стояла елка такая на кухне? Нет. В прошлом году? Нет. Только в этом? Да. На краушей елке. Да, да. Красивая очень елочка. Красивая. Ну вот спасибо сыну. Игорек мне такую елочку. Изысканный деликатес, то есть что-то там лимонное в шоколаде. Это вот каштаны. Каштаны, они растут на больших деревьях. Большие такие деревья. Достаточно цветут потрясающе. Очень красиво. Но они у нас просто в Сибири не растут. Но это не цветы. Это типа ореха. Типа ореха. Каштан это... Ореха на деревьях. Ореха на деревьях. Мне кажется, ну-ка-ну-ка-ну-ка. Ой, как так она. Смотрите. Деликатес. Открываем. Мы-то с тобой можем уже попробовать, правда же? Пока тут нет. Запах чувствуешь, какой пошел? Вам там слышно? Вера, тебе слышно? Там в Сан-Франциско идет этот запах, как мы открываем тут эти изыски. Держи. Вот давай, доставай. Смотри как. Лимончик. В шоколаде. Ой, как вкусно! Потрясающе вкусно! Сегодня я больше не буду есть. Я буду беречь, чтобы угощать, кто придет и доставлять удовольствие. Одну съела и прям как это вкусно! Я потом маму посмотрю. Мама не ест вообще шоколад. Она вообще сладкое не ест. Поэтому я даже ей предлагать не буду. Нет, хотя я предложу. Я скажу, мама, ты хочешь изысканного десерта цитронен в шоколаде? Пойду спрошу. А ты пока кушай. Вы бы видели мамину реакцию. Цитрон в шоколаде из Франции! Из Франции! Нет, не хочу. Ну, настроение сегодня такое. Завтра я заново спрошу маму. Она даже не вспомнит, что я сегодня спрашивала. А завтра она скажет, из Франции! Цитрон! В шоколаде! И она будет счастлива. Она будет счастлива завтра съесть. А сегодня мы из Франции. Лему, шоколад. Так. Ой, ройбуш. И ройбуш. Му-му, вы чего этот ройбуш? Да, мы туда добавили. Вот. Тоже верно. Это чай? Мы чайную ложечку добавили. Но если мне Вера скажет, что его нельзя добавлять, ей нужно его в чистом виде пить, я его заварила в чистом виде. Это было просто... Я не знаю, я вопила от счастья. Причем, да, кстати, по поводу ройбуша. Ведь я все абсолютно разжевала и съела. Ну, то есть все вот эти вот... Кипяточки? Да. Я их все разжевала и съела. Можно еще подъехать? Какой-то знакомый замок. Это вообще... Это все, я пойду кипяточек принесу себе. Ой, что это за удивительное чудо? Это чудо. Это чудо. Я каждую, каждую там веточку, листочечек, каждую травиночку, я все съела. Все. Это ройбуш, который? Да. Вот эти. Я сейчас прочту. Где у меня? Потому что это... Я все не буду читать, все письмо сейчас, я конкретно прям... Что мы с вами будем сегодня... Тут что-то и пряное есть. Там вообще, это просто... Это натуральное все. Ведь это натуральное. Ой. Это знаменитые французские... Витя, кстати, когда он же... Он говорит, Наталья Викторовна, они же ездили на гастроли он как-то... Барайщук. Нет, он, по-моему, в Париже не был. Он говорит, я бы очень хотел. Но он... Я ему когда показала, он говорит, я... Очень знакомая баночка. То есть это, видать, это вот фирменный вот их чай, вот этот знаменитый. Интересно, а показать где-то можно? Я хочу такой. Ну, я не видела у нас. Ну, у нас, даже если есть, наверняка что-то подделать. Нет, через сайт, да. Через сайт? А, вы думаете, вам через сайт вам коробочку такую нарисуют? Знаете, как этот? Помнишь в фильме? Да он десятку времени, знаешь, нарисует тут. Как в кино, да? Джентльмены удачи. Я тебе нарисую и баночку, и коробочку. Только что там будет внутри? Этой баночки, коробочки. Упакуй. Тебе же никто не позволит открыть это в магазине, правильно? Давай сниму кошку, чтобы она не разбилась. А что-то она не бренчала или мы пропустили? Да пропустили, конечно, все. Сейчас я ее еще раз. Так, по часовой. Сюда, да? Давай, мой хороший. Вот тут рядом с Альяной. Итак, ну как тебе супчик? А уточните. Это бамбук. Ты где нашла? Не знаю, супе. Супе нашла? А, я туда добавляла немножечко рассол. Ты же чувствуешь там помидорчик? Какой бамбук? Я думала, типа, этого, японского или китайского. Нет. Там же, ну, как обычно в этом самом, в соленых помидорчиках добавляют травки разные. Это укроп. Только не листья укропа, а стебли. А-а-а. Бамбук. Бамбук. Где она над плавом? Бази, побывала. Не говори. Итак, итак, начинается. Ура, Наташа! Посылка все-таки добралась до Сибири. Но надо же, уже неделю лежит. Извещение вам никто не прислал. Ну да, они, я прям с девчонками. Ну что, ну что так? Как-то вот, да. Я на неделю позже ее забрала. Так, дальше она значит.